Здесь такое белее техники, что даже не верится, что это учение. По легенде, на берегу Клязьмы произошло серьёзное ЧП. В береговую линию врезался катер. На месте крушения пожар. Техника к нему не подберётся. Огонь тушит чуть ли не вручную. Не обошлось без пострадавших. Мужчина выпал за борт катера. Не дышит. Как спасти человека, показывают на манекене. Спасатели будут проводить действия до тех пор, пока не забьётся сердце. Давай, зайдёмся. Пульс есть. Пульс появился, сердце забилось. Ещё одна условная жертва на дне водоёма. Тело должен достать водолаз. Но видимость на дне в пределах полуметра. Направляют спасателя с берега с помощью рации. Техника работает даже под водой. Чуть левее на метр. Стой, возьми. Она крутится сюда, хорошо. К слову, водолазы не только утопленников поднимают. Но вещдоки на дне находят. Не раз помогали следственному комитету. Клязьму, между тем, тоже спасли. Нефти, по легенде, вылилось немного. Вот если бы крушение потерпел танкер, местные спасатели не справились бы. Но, к счастью... На территории нашей области, наверное, можно сказать, нету таких крупных, как это добыча, хранение больших объёмов мазута, нефти или ещё что-то такое. У нас есть хранилища, но они не превышают там двух-трёх тысяч метров кубич. И на это мы готовы отреагировать и ликвидировать. Между прочим, пока сплавляться по рекам на судах запрещено, в области ждут понижения паводковых вод к концу апреля. Но и тогда плавать на лодках можно будет не везде. Существует на настоящий момент нерестовый запрет, который установила инспекция по надзору за рыбным хозяйством. Поэтому в местах нерестилищ, в местах, установленных, перечисленных постановлением губернатора, там в любом случае эксплуатация маломерных судов будет запрещена. Заплавание на лодках во время паводка только за эти выходные остановили пятерых за нарушение запрета. Каждый заплатит по тысяче рублей. Валерия Саенко, Евгений Тукарев, 6 канал.